Здравствуйте! Я читаю шестую главу книги потомственного английского дворянина, депутата их парламента Арчибальда Рамзея, написанную в середине 20 века. Во избежание того, чтобы наши или не наши провайдеры забанят и фамилию не спросят, я привычно применяю аллегорию в духе Ивана Андреевича Крылова. Однажды лебедь рак да щука, взгромоздясь на ель, призадумались. Итак, глава шестая. Избранейство объявляет войну. Майн кампф не была еще даже напечатана, когда мировое избранейство объявило войну Германии и призвало к ее экономическому бойкоту. Международная избранейская конференция по бойкоту Германии состоялась летом 1933 года в Голландии под председательством Самуэля Уинтермайера из Соединенных Штатов, который был избран президентом мировой избранейской экономической федерации, сформированной специально для координации сопротивления антиизбранейским мерам в Германии. Это фотография с той самой конференции. По своему возвращению в Соединенные Штаты Уинтермайер выступил с речью по радио, текст которой был напечатан Нью-Йорк Таймс 7 августа 1933 года. Уинтермайер начал свое выступление таким высокопарными словами. Мы выступаем в священную войну во имя человечества. И продолжил излагать данную программу для этого. Причем в своем выступлении он представил избранеев как аристократов мира. Цитата. Каждый из вас, избраней или нет, кто еще не записался в эту священную войну, должен сделать это прямо тут. А избранеев, которые не прилагают усилий в этом войне, он назвал предателями своей расы. У них раса вещь тоже своя. В январе 1934 года Жаботинский, сионистский лидер, напечатал в газете «Наша речь» следующее. Борьба против Германии ведется уже на протяжении нескольких месяцев каждой избранейской общиной, конференции, профессиональным союзом, каждым избранеем в мире. Мы развяжем духовную и материальную войну всего мира против Германии. 1934 год. Никакой войны со стороны Гитлера еще не видно. Продолжаем, Рамзея. Это, пожалуй, одна из наиболее показательных иллюстраций плана, обрисованного в протоколах мудрецов Сиона. Что важным в арсенале их методов является развязывание войны. В протоколе номер 7 написано «Мы должны быть способны ответить на всякое проявление оппозиции со стороны какого-либо государства, провоцирование войны против него со стороны другого государства». Не надо забывать, что копия тех протоколов была помещена в Буртанском музее в 1906 году. К 1938 году избранейская война была в полном разгаре. Через посредство давления и влияние многие из броней были также в нее затянуты. Различные члены английской социалистической партии открыто призывали присоединиться к холодной войне. Группа политиков в составе Черчилля, Эймери, Даффа, Купера и других стояла на еще более бескомпромиссных позициях. Гитлер не хочет войны, но мы его вынудим начать ее, если не в этом году, то в следующем. В опил из броней Людвиг статья, напечатанной в июньском номере журнала «Лес Анилес» еще в 1934 году. 3 июня 1938 года в еженедельнике «Американский из броней» появилась статья, в которой проводился обзор политики Гитлера. И указывалось, что он ни в чем не отклоняется от плана, представленного в «Майн кампф». Затем к статье прилагалась прямая угроза. К настоящему времени нет сомнений, что союз Англии, Франции и России рано или поздно положит конец триумфальному маршу Гитлера. Либо случайно, либо по замыслу из броней достигли позиции исключительного влияния в каждой из тех наций. В руках неорицев находится судьба и жизни миллионов. Во Франции избранеем в позиции большого влияния является Леон Блюм. Он вполне может стать Моисеем нашей эпохи, который поведет избранеев. Максим Литвинов сидит по правую руку Сталина. Английский влиятельный из броней Лезли Хош Белеша, новый начальник Томми Аткинса. Ниже в этой статье написано, так что вполне может случиться, что эти три сына Израиля сформируют союз, который пошлет бесноватого нацистского диктатора в ад. То есть, они же его направляют в ад, они же его пытаются и угробить. О, тактика. А когда дым битвы рассеется, и тот, кто попытается разыграть Христа со свастикой, хорошее выражение, будет спущен в могилу под аккомпанемент Марсельезы, Боже, спаси короля, интернационала и гордого агрессивного Эйли Эйли, которые будут исполнять триониарийцев. Эйли Эйли – это американский фольклор. Два пункта из этого отрывка заслуживают внимания. Первый – это то, что не видно ни тени сомнений в том, что те три Избранея будут всегда думать и действовать как Избранеи, в данном случае толкая неизбранейских дураков воевать друг с другом ради Избранеев. А второй – это презрительное выражение Христоса со свастикой, которого Избранейство хочет похоронить. Что может быть более показательно, чем этот пример Избранейской ненависти к христианству? Самое время вспомнить, что сейчас натравливают Украину на Россию, а Россию на Украину. Самое время. Продолжаем, Рамзея. А в это время мировое Избранейство работало, не покладая рук, чтобы спровоцировать конфликт между судецкими немцами и чехами, а также Германией и Польшей. К сентябрю 1938 года ситуация достигла критического уровня. Но, к счастью, все обошлось благополучно, и тот конфликт, завершившийся тем, что Чемберлин сам полетел в Мюнхен, где он пришел к историческому соглашению с Гитлером, планы поджигателей войны были сорваны, и Европа спасена, по крайней мере, на время. Действительно, по крайней мере, на время, но это их точка зрения. Нам она все равно очень важна и интересна. Ликованию народом не было предела. Но, конечно, избранейская пресса покрыла все это занавесом молчания, разведя вместо этого пропаганду об ошибочной стратегии примирения с диктаторами. Еще раз, видите, они же делают диктатора, они же его усмиряют, они же его хоронят. Привет украинцам. Те, кто знал силу врага и его коварства, понимали, что он не успокоится, пока не сведет на нет достижения Чемберлина. Я заявил в тот же вечер, когда Чемберлин вернулся из Мюнхена, что все газеты, а также поджигатели войны, начнут поносить Чемберлина за то, что он добился мира. Мое предсказание оказалось точным. Началась безудержная кампания злобных атак на премьер-министра, несмотря на то, что он выразил волю людей, которые хотели мира. Но нигде бешенство избранеев не было таким, как в Москве. Как только там были получены новости, что Чемберлин сумел заключить мир, там была организована демонстрация протеста, на которой, среди прочего, была сожжена его трепечная фигура. Это знаменитый наш ответ Чемберлену. Я даже выпустил плакат, где был отмечен тот факт, и обращалось внимание на расхождение между желаниями людей и поджигателей войны. После провала возможности разжечь войну из-за судетских земель оставалась еще одна – польский коридор. Это наследие Версальского диктата, который был осужден многими государственными деятелями, как несправедливый приговор Германии. Кстати говоря, репарации по результатам Первой мировой войны Германия перестала платить примерно в 2010 году. Можно уточнить, но примерно так. Первой мировой войны. Продолжаем Рамзея. Многие представляют себе в общих чертах сущность Версальского диктата. Но мало кто знает, что он является продуктом из бронейской стратегии по покорению мира. Все важные решения принимались четырьмя державами – Англии, Франции, Италии и Соединенными Штатами, которых представляли Ллойд Джордж, Климонсо, Барон Сонио и президент Вильсон. Это известно многим. Но это не все. Секретарь Ллойд Джорджа был из броней Сассон. Из броней Мендель Ротшильд, который позже стал писаться просто Мендель, был секретарем Климонсо. Барон Сонио сам был из бронеем. Вильсон также был окружен из броней, секретарь Брандейс, переводчик Монто, военный советник Киш. Общеизвестно, что Ллойд Джордж был слабоват в географии. Плюс тот факт, что детали проекта разрабатывались в основном советниками и референтами, так что перекраивание границ проводилось и с бронейскими секретарями глав государств победителей, которые проводили свои собственные встречи. Все порядочные люди надеялись на соглашение, которое будет почетным для всех сторон и которое будет основой для прочного мира. Но результатом той конференции стало нечто иное, что с самого момента его подписания стало источником конфликтов, включая вооруженное столкновение между польской армией и немецкими военными, когда поляки в нескольких случаях попытались занять большие территории, чем те, которые им отошли согласно Версальскому договору. Нарвались поляки, но недаром же их Черчилль назвал гиенами Европы. Маршал Фош и многие другие заявили, что тот договор содержит в себе основу для новой войны, указав на недопустимый в практике международных отношений процесс манипуляции территориями других стран, особенно в масштабах, проведенных Версальским диктатом, где миллионы немцев были розчерком пера переведены под власть правительств других народов, а именно Чехословакии и Польши. Причем в Чехословакии была установлена фактическая диктатура чешского меньшинства. Территория, которая была отведена под новое государство, Чехословакия, была до того частью австро-венгерской монархии, но после Версаля она превратилась по существу в лаздарм против Германии. Гигантский промышленный комплекс Шкода, а также многие другие предприятия стали контролироваться избранейскими финансистами. Согласно Лондону Винтертону, практически вся земля была взята в качестве залога за те избранейские займы. Это заявление отражено в синаграммах парламентских заседаний 1936 года. То есть, сущность ситуации, создавшейся в Чехословакии, сводилась к тому, что ее народ фактически превратился в рабов мирового избранейства. Единственным спасением для них мог быть только союз с державой, противостоящий избранейству. Очень может быть, что на подобное развитие событий рассчитывали закулисные архитекторы Версаля. Я бы здесь ставил следующую циферку. Все акционерное имущество Российской империи до 2014 года составляло примерно 4 миллиарда золотых рублей. А государственный долг России, французскому в основном банковскому капиталу, был 5,3 миллиарда золотых рублей. Абсолютно одинаковая ситуация. Продолжаем, Рамжея. Националистические силы Германии, апеллируя к чувствам своего народа, взяли власть в свои руки и стали восстанавливать военный потенциал Германии. У него такая точка зрения, видите? И вскоре они были в состоянии говорить с позицией силы по вопросам европейской политики. Любому, кто потрудится рассмотреть вопрос так называемой пропаганды мира, проводимой в Англии, целью которой было разоружение, и кто за ней стоял, было бы весьма очевидно, что избранейство со своим контролем над средствами массовой информации каким-то странным, у него в кавычках странное, образом не противились ей, а напротив активно ей содействовали. В то время как Германия при Гитлере активно вооружалась. Для тех, кто понял сущность избранейского плана, ответ на это весьма простой. Стоит лишь прочитать заявление, сделанное на встрече коммунистических партий в 1932 году. Для развязывания очередной войны должно быть создано соответствующее соотношение сил, а именно мощь Германии увеличена, а Англия ослаблена. А затем, пусть европейцы начинают войну и бьются, пока совершенно не истощат один другого. Но ни одна страна не будет победителем. Победителем будет армия другого государства, которая взращивалась в установке глубокой секретности на протяжении предыдущих 25 лет, в течение которых были построены огромные заводы по производству оружия, включая тысячи и тысячи танков, которым предстояло захватить Европу под красным флагом марксизма. Это он вообще-то говоря про нас, про Советский Союз. И вот загадка, ответ на который я не знаю. Эти танки предполагалось производить на заводах, которые возникнут в результате нашей знаменитой индустриализации. В золотом выражении индустриализация стоила от 9 до 12 тысяч тонн золота. В России со времен царя Горуха такого количества золота не было. Все эти байки про экспорт пшеницы и постройки завода за счет экспорта пшеницы не выдерживают никакой критики. Там денег было на несколько порядков меньше, чем нужно было для индустриализации. Для вот этих 9 или 12 тысяч тонн золота. Подсчет достаточно приличного качества. Откуда взялись деньги на советскую индустриализацию, никому не известно. Продолжаем читать Рамзея. Можно себе представить, как осмелили польские националисты, жаждущие получить свое владение немецкой земли. И стоит ли сомневаться в том, что мировое избранейство всячески подстрекало польский режим занять бескомпромиссную позицию по отношению к немецким предложениям. Тем более, что главой Польши после смерти Пилсудского стал избраней Бек. Предложения Гитлера были исключительно щедрыми. Он был согласен признать за Польшу право на владение немецкими территориями, отошедшими ей по Версальскому договору. Взамен чего Германия разрешалась бы построить шоссе к Данцигу, теперешний польский Гданск. Щедрость этого предложения Гитлера просто поразительна. Отдать другой стране значительную часть своей территории, несмотря на то, что где-то во 2-3-19 века Германии уже не хватало земли, чтобы прокормить свой народ. Это так и есть. Одну треть продовольствия Германия ввозила перед войной. Но польский режим не пожелал искать согласия. Вместо этого волна репрессий и террора была обрушена на немецкое население, проживающее на территориях, отошедших к Польше после Версаля. Но население Европы, благодаря стараниями органов массовой информации, находящихся под избранейским контролем, ничего не узнало об этом. Английскому народу ситуация представлялась в совершенно искаженном свете. Из бронейской прессы, а другой там не было, была заполнена самой оголтелой пропагандой, направленной против Германии. Пресса дышала злобой и ненавистью против всего немецкого. «Гитлеру доверять нельзя!» – кричались заголовки газет. Не имея альтернативного источника информации, английский народ заглотил ложь из бронейской прессы, отбросив в процессе здравый смысл и логику. Тот лозунг «Гитлеру доверять нельзя!» был основан на умышленно неправильной представлении политики Гитлера относительно урегулирования территориального вопроса. Гитлер всегда заявлял, что его программа по исправлению несправедливости Версальского диктата включает пять пунктов. Ни от одного из них он не хочет отходить. Они включали Судетские земли, которые были отторгнуты от Германии и переданы Чехословакии. Часть земель, не все, отторгнуты от Германии и переданы Польше. Город Данцик и коридор шоссе из Германии в Данцик, польский Гданск. Но в избраннейской прессе события были представлены, как будто Гитлер пообещал не делать больше никому территориальных претензий. Если вопрос с судетскими землями будет разрешен мирно, хотя он ничего подобного не говорил. Когда же после Мюнхенского договора Гитлер предложил свою программу по восстановлению территориальной целости Германии, то пресса тут же подняла вой, что он это якобы делает вопреки собственным обещаниям и что он не насытится, пока не захватит всю Европу. Гитлер действительно произносил слова, что он не собирается выставлять никаких дополнительных требований. Но избраннейские пропагандисты представили это в отрыве от контекста, так как будто это заявление относилось к каждой отдельной территории. В то время как он имел в виду всю программу и не имея других источников информации, люди поверили избраннейской пропаганде, что Гитлер поистине не насытный. С нашей точки зрения здесь очень сложно уловить логику, что сказал один, что сказал другой. Но у Рамзея нужно почерпнуть главное, что уже в те времена пресса могла крутить сознанием людей в своих интересах, как хотела. Развитие этого мероприятия вы посмотрите на американские выборы и изгнание Трампа из Белого дома. Вот откуда началось. Впрочем, даже раньше. Продолжаем читать. Тем, кто ведет честную игру, не к чему прибегать к подобным трюкам. Но мы знаем, какую игру вело и ведет мировое избранейство. Лорд Лотиан, недавний английский посол в Соединенных Штатах, сделал честный комментарий на эту тему. В своей последней речи он сказал, если бы принцип самоопределения в отношении Германии применялся честным образом, то это означало бы возвращение судебских земель, части польских территорий и коридор и Данцик. Это справедливая оценка ситуации, и она очень отличается от той, которая была навязана английскому народу в 1939 году. Если бы английские люди знали правду, если бы они знали, что каждое из требований Гитлера по территориальному вопросу было справедливым, то они бы выступили категорически против войны. Мировое избранейство добилось войны, а не мира. Конец шестой главы.